Бугринский мост Здесь большая археологическая история, ведь люди здесь жили очень давно, и здесь буквально вот на этом мысу находится Бердское городище, а следующее городище Красная Горка, там где пионерский лагерь Красная Горка, это где-то 8-12 век нашей эры, и там нашли и предметы быта, и керамику, и железное орудие труда, и жернова. Далее по маршруту шлюзы. Уникальное по своим масштабам сооружение стратегической важности, позволяет речным судам проходить из реки Обь водохранилище в обход плотины. Длина шлюзов составляет более 500 метров. За нами закроются ворота. Мы поднимемся с вами на 6,5, примерно 7 метров, а откроются следующие ворота. Мы зайдем в них, опять поднимемся на такую же высоту, ворота закроются, и потом уже просто мы будем стоять на уровне Обского моря, а следующие ворота не открываются. Последние, которые окраины Обского моря, они опускаются вниз, они опускные. И общая высота, на которую мы сейчас поднимемся, это примерно семиэтажный дом. Пройдя шлюзовые камеры, теплоход вышел в Обское водохранилище, а участники прогулки услышали историю затопления Старого Бердска. При строительстве ГЭС по бревнышкам разобрали более 50 поселений, вырубили гектары леса. Была полностью затоплена центральная историческая часть города Бердска. Как возвели плотину, навигацию открыли сразу, поэтому проблем с поиском капитана на экскурсионный теплоход не возникло. У меня уже 47-я навигация, я всю жизнь на пассажирском флоте проработал, на ракетах 20 лет проработал, сейчас уже таких теплоходов здесь нет. На Москве работал, на Воломе здесь работал. С островами Обского моря связано много легенд, например о ходячих грибах. Рассказывают, что один из островов летом периодически затапливает, то с одной стороны, то с другой. Все бы ничего, но на островке обитают грибы, которым под водой расти совсем не нравится. Поэтому при приближении воды грибы уползают на другую сторону острова, а потом, когда вода отступает, также ползут обратно. А еще чуть подальше, есть легендарный такой курган. Ну классическая такая история, когда хоронят какого-то знатного воина, и проходящие мимо, все кладут по одному камню, и возникает целый каменный курган. Сейчас он, конечно, за ростом, но, тем не менее, такое место-то есть. Хотя документально это не подтверждено наукой. Но это лишь легенда, мы говорим про легенды. Экскурсия с сотрудниками музея Новосибирска – прекрасный вариант хорошо провести время и расширить свой кругозор.